Если мы говорим о турбоперекрестках, так называемых, то впервые 9 июля мы запустили на перекрестке Заболотного-Добровольского так называемое турбокольцо или турбоперекрестки. То есть это модернизированный перекресток кругового движения. Напомню, до этого долгие годы там был перекресток со светофорным регулированием, и это создавало определенные проблемы, в частности, движение большегрузного транспорта при повороте на 90 градусов на улицу Заболотного. Создавалась нагрузка на трамвайное полотно, которое постоянно приходило в негодность, на асфальтобетонное покрытие. Поэтому было принято такое решение организовать круговое движение. В теории давно известно, что круговое движение имеет более высокую пропускную способность, чем, например, перекрестки со светофорным регулированием. А турбоперекресток – это модернизированное, по сути, круговое движение, где полосы движения располагаются не просто по окружностям, а это заранее выделенные полосы, водителям надо заранее выбирать, упорядочивать свое движение, заранее занимать нужную полосу. И крайние полосы на этом перекрестке, они выполнены в виде спирали или рукавов, которые, по сути, направляют транспортный поток сразу на нужное направление. Тем самым минимизируется количество так называемых конфликтных точек на самом перекрестке. 9 июля мы запустили, да, мы подобрали такой хороший момент, когда, в принципе, температура была выше 28 градусов, был запрещен въезд грузового автотранспорта, поэтому мы установили блоки, нанесли соответствующую разметку. К сожалению, это было почти два месяца, потому что мы планировали это сделать еще два месяца назад, но есть процедуры, скажем так, согласования, устранения каких-то недостатков, ошибок. Эта процедура подразумевает и согласование с патрульной полицией, с другими профильными службами, ну, схема организации дорожного движения. Мы наблюдали за трафиком по этому перекрестку. Он показал прогнозируемые результаты по снижению уровня пробок, по повышению, по сути, пропускной способности перекрестка. И параллельно мы решили дальше внедрять подобные схемы на улицах нашего города. Вот еще одно такое внедрение состоялось там два дня назад. Силами коммунальной установы СМЭП была нанесена разметка по такому же принципу на площади независимости. Да, там остались еще кое-какие детали. В частности, конечно же, надо подумать о безопасности пешеходов, потому что основная цель кругового движения, ну, смысл кругового движения в том, что водители, приближаясь к такому перекрестку, снижают скорость и тем самым движение упорядочивается без остановки, скажем, на запрещающие сигналы светофора. Также на этом участке позитивный опыт. Единственное, там есть кое-какие нюансы, которые надо сейчас дошлифовать. Это в первую очередь определиться со светофорным регулированием, которое регулирует переходы, ну, пешеходные переходы. И дальше мы будем этот опыт тиражировать дальше. Есть план сделать аналогичную развязку на седьмой станции Люздорской дороги. И тем самым, учитывая то, что мы проводим сейчас оптимизацию по организации дорожного движения, по сути, по проспекту Глушко, мы сделаем хороший такой магистральный выезд на Люздорскую дорогу. Кроме того, мы упорядочили разметкой движения по площади Толбухина. Сегодня там устанавливались в том числе так называемые устройства-делинеаторы, которые, по сути, разделяют четко транспортные потоки по полосам движения и не позволяют, скажем так, ну, не позволяют хаотичному перестроению там из одной полосы в другую, тем самым повышая безопасность дорожного движения. Конечно, есть тоже какие-то недоработки. Вот чуть-чуть мы опаздываем, надо перенести контактную сеть Горэлектранспорта, чтобы троллейбусы тоже вписывались в эту схему организации дорожного движения. Тем самым мы двигаемся системно, планово, то есть по каким-то ключевым магистралям. Мы тем самым оптимизируем схему организации дорожного движения и приводим их в соответствие. Приношу сразу извинения за, может быть, не такое быстрое нанесение разметки. Я думаю, что в ближайшее время мы исправимся. Хочу пояснить, что помимо того, что мы наносим разметку, мы сразу параллельно проводим ее оптимизацию. Потому что нет смысла в нанесении старой разметки, потому что мы уже должны думать о том, как нам снизить уровень пробок, повысить безопасность дорожного движения. Поэтому мы параллельно делаем схемы новых участков и параллельно наносим разметку. Я думаю, что в ближайшее время работы пойдут более активно. Сейчас планируется в том числе выделение финансирования на эти работы. И с учетом того, что мы планируем привлечь подрядчика, думаю, пойдем более активно. Также, если будет выделено все-таки финансирование, мы планируем реализовать проект на Николаевской дороге. Это позволит, по сути, снизить загруженность перекрестка в районе Молодой Гвардии. Я напомню, мы там планируем такой маленький транспортный эксперимент. Это введение двух реверсных полос за счет незначительного сужения основных полос движения. Тем самым у нас с утра в утренние часы пик будут две реверсных полосы работать на выпуск с поселка Котовского. А вечером две реверсные полосы, по сути, будут уже заводить транспорт в этот спальный район. Так что я думаю, что в ближайшее время вы увидите еще не одно такое изменение.